Друзья, привет! В этом видео мы разберем 7 легальных средств самообороны для водителей, что можно возить с собой в машине без ограничений. Первое разрешенное средство самообороны это электрошокер. Использование электрошокера допустимо в соответствии со статьей 3 федерального закона об оружии, при условии, что параметры шокера не выходят за установленные. А именно, длительность разряда должна быть не более 3 секунд, а мощность не свыше 3 ватт. Ношение шокера не требует никаких разрешений. Второе разрешенное средство самообороны, которое можно возить с собой в машине это газовый баллончик. Ношение и использование в опасной ситуации газового баллончика допустимо в соответствии с федеральным законом об оружии, только при условии, что заряжены веществами, разрешенными к использованию на территории России. Перечень таких веществ установлен приказом Минздрав соцразвития номер 583 Н и включает в себя вещества СН, также известный как газ черемуха, СС, он же газ сирень и СИАР, он же алгоген. Третье, это аэрозольный пистолет. Ношение аэрозольного пистолета допустимо в соответствии с федеральным законом об оружии, его ношение не требует разрешения при условии, что вещество в составе зарядов относится к числу разрешенных в России, который я перечислил в предыдущем пункте. Четвертое, это конечно король всех средств самообороны, которые мы возим в машине, это бейсбольная бита. Бейсбольная бита с точки зрения федерального закона об оружии не является оружием в принципе, так как в статье 1 есть специальная оговорка о спортивных снарядах. Но использовать биту следует с особой осторожностью. В том случае, если бита будет использована для самообороны, то будет квалифицирована как предмет, используемый в качестве оружия. В качестве доказательств моих слов можете посмотреть вот эти судебные решения по уголовным делам. Однако за сам факт, что кто-то ее возил с собой или носил, ответственности не повлечет за собой. Отвечать придется за совершенные действия, если вы кого-то изобьете битой, либо превысите пределы необходимой самообороны. Пятое, это нож. Нож можно возить с собой при условии, что он не является холодным оружием. Критерии отнесения ножей к холодному оружию достаточно четко указаны в федеральном законе об оружии и в ГОСТе R512.15-98. Определять является ли нож оружием, будет криминалистическая экспертиза. Поэтому с собой следует возить только ножи хозяйственно-бытового назначения, приобретенные в обычных магазинах, либо ножи, купленные в оружейных магазинах, но имеющими сертификат о том, что они не являются холодным оружием. Шестое, травматический пистолет. С точки зрения закона травмат является гражданским оружием самообороны, а именно огнестрельным оружием ограниченного поражения. На приобретение травматического оружия нужно получить разрешение, а после пройти регистрацию и получить разрешение на хранение и ношение сроком на 5 лет. Если лицензия получена, но срок ее не истек, то согласно статье 25 федерального закона об оружии, травматический пистолет носить с собой можно. И седьмое, это пневматический пистолет. При дульной энергии менее 7,5 джоулей и калибре менее 4,5 мм лицензии не требуется. Если энергия и калибр больше, то согласно части 13 статьи 13 федерального закона об оружии требуется разрешение на покупку и затем на разрешение на хранение и ношение. При наличии лицензии можно носить или возить с собой в машине для самообороны. Если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, а также ставьте лайк и подписывайтесь на наши группы в телеграм и ватсап.